Слишком много в последнее время нареканий по поводу работы в лесу. И вам, Владимир Андреевич, надо серьезно подключиться к этому вопросу, разобраться. Почему Леонид Васильевич, он ответственный у меня за лесное хозяйство с давних еще времен. И неплохо знает, что происходит в лесу. Поэтому надо вдвоем собраться и определиться с Министерством лесного хозяйства, как будем жить дальше. Это подарок природы. Но мы относимся к лесу отвратительно. Отвратительно. Я бываю часто, не только пролетаю, я сверху тоже вижу, что происходит, но я бываю часто в лесу и смотрю, как работают наши лесники, так по-народному говоря. Не по посадкам, не вовремя спилить лес, спелый лес для того, чтобы его переработать. Ни дороги. В общем, мало порядка. Мало. Мы просто безалаберно относимся к этому дару. Дару природы. Это величайший дар. Это наше, я уже не говорю про экономику. Почти 40% территории лес. И надо воспользоваться этим ресурсом. Это хорошее сырье. А вы там напилили где-то лес, а даже уже журналисты обнаружили, и не можете его переработать. В очередной раз вы вносите мне предложение о том, чтобы я разрешил поставки бревна этого на внешние рынки. То есть, то, что мы когда-то уже отошли от этого, договорились, что мы должны перерабатывать наши ресурсы лесные в какой-то полуфабрикат, а лучше в мебель с высокой добавленной стоимостью перерабатывать сырье и поставлять на внешние рынки, вы опять мне вносите предложение о поставках этого, даже не пиловочника, а бревна этого. Печально. Учитесь у немцев. У них нет отходов. Переработайте и продайте. Вот сейчас вы затеяли целую эпопею, что вот там какие-то у нас краед поел, лес пилили, не можем переработать и продать пилеты. То есть, для топлива. Шесть заводов построим. Когда вы их построите? Я поинтересовался технологией этих заводов. Вот попросил Леонид Васильевич, мне прислал принципиальную схему технологическую. Слушайте, какие заводы? Это стоят две машины, которые сегодня перерабатывают щепу, опилки и прочие отходы и превращают в пилеты. То есть, материал для топлива. И спрос большой на рынке. И цена неплохая. Так это надо вчера было уже завести оборудование и поставить. Я ему проводил пример 41-го года. Если бы мы так переносили заводы на Урал, мы войну проиграли. А тут шесть машин не можем поставить. Поэтому, если у вас образовываются какие-то излишки, отходы, которые вы не можете переработать на действующих предприятиях, давайте побыстрее реализовывайте эти проекты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова